Всем привет! Вы снова на канале Оазис Миссис Смит и зовут меня Людмила. Друзья, сегодня я бы хотела, конечно, снять для вас обзор, но поскольку я весь день пробегала, устала, честно сказать, как совраска, решила разбавить обзоры некой распаковкой. Покажу вам то, что получила, то, что купила для своих растений. Без рук, без ног, поэтому вот такая вот вся. Ладно, но слава богу, оптимизма нам все равно не занимать, да? Единственное, что хочу вас предупредить. Как оказалось, 1 сентября 2023 года был принят новый закон о рекламе. И упоминание определенных препаратов или маркетплейсов в видео теперь требует регистрации, какой-то там сложной регистрации в каком-то определенном органе. Ну, короче говоря, нужна маркировка, что здесь реклама, хотя я рекламу не даю, мне за это никто не платит, но и бесплатная реклама, так скажем, она тоже теперь подлежит регистрации. Вот так. И упоминая определенные препараты, то есть если я не говорю конкретно, что я беру вот этот продукт, это не считается рекламой. А если я упоминаю, то я должна подавать заявку на регистрацию. У них там определенная система, как вам сказать, ой, давайте не буду вдаваться в подробности. Одним словом, видео это экспериментальное, и мы с вами попробуем, попробуем понять, о чем я говорю, но без указания определенных торговых марок, названий препаратов и так далее. Поэтому сегодня у нас видео очень загадочное. Я бы, конечно, не стала снимать эту распаковку, ну, что я там получила? Ну, грунты и грунты, да, ну, пришли и пришли. Ну, у меня пришла одна интересная штуковина, которую я хочу использовать по прямому назначению. И, ну, давайте, давайте, сначала вскроем все остальное, что я получила. А потом уже я покажу, что интересного нашла. Так, так, ну, да, вот, да. Буду показывать вот так. Один из минеральных грунтов пришел, ну, это всем узнаваемо, да, и показывать нет смысла, что я получила. Взяла на всякий случай, потому что у меня для котлей, для подсыпки кое-где не хватило. Кто-то из котлей еще не пересажен. А как часть вот этого вот очень рыхлого субстрата, она мне очень понравилась. Очень понравилась не только мне, но и моим котлеям. Едем дальше. Так, так, выписала вот такой кокос брикетированный, да, ну, видите, торговую марку не показываю. Решила попробовать еще вот такой, потому что кокос использовала абсолютно разный в посадках, пробовала всякие разные. И вот из всех брикетированных кокосов у меня, мне кажется, только в одном попались грибы, споры грибов, с которыми я пытаюсь бороться. Материал этот готовится, будет. Вот таких брикетов взяла два. А, сколько? Так. А не написано, сколько. По идее, обещали, что это 8 литров. Мне кажется, 8 литров. Масса 1,2-1,3 килограмма. Не могу найти, не могу найти, сколько должно быть готового субстрата, по идее. Ну, вот другого, более доступного не было. И, друзья, теперь самое, что интересное, да, вот, вот еще один брикет, точно такой же. Это вот было в одной коробке. Откуда получила, вот то, что вы сейчас видите, это я получила с маркетплейса. Как бы это сказать-то теперь даже. У которого логотип с дельфином. Вот так. Вот так. По объему, по объему обещали, что кокоса будет 8 литров. И самое, что интересное, да, самое, что паршивое в этой, во всей ситуации. Теперь я не могу посоветовать, ну, по крайней мере, пока не разберусь в ситуации. Понимаете? Когда мы снимаем рядовое видео, что вот я делаю вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот такие препараты использую. Название каждого конкретного препарата может быть расценено как реклама. Представляете? Вот. Ну, я, по крайней мере, прочитала, прочитала, что пишут и какие требования именно вот к рекламным роликам, что относятся к рекламным роликам, что не относятся к рекламным роликам. Товары, которые вы производите сами и ролики о товарах, которые вы предоставляете на своем собственном сайте, рекламой не считаются. Это точно. А вот в таких видео, которые снимаем мы, ну, по крайней мере, я, указание конкретных продуктов может быть расценено как реклама. Для меня, конечно, не совсем понятно, будут ли наши ролики пересматриваться и выискиваться там целевая реклама, как таковая. Непонятно. Пока еще ничего не понятно. Так, получила два пакета брошки шамотного кирпича по 3 килограмма. Как только я их заказала, в продаже тут же появился продукт из листа ожидания на 5 килограмм. Ну, вот на 3 это, конечно, наверное, мне маловато будет. Надо было на 5 подождать. Ну, да закажу в любом случае, да. Даже если 5-литровый еще да заказать, будет нормально. По поводу моего состава грунта, по поводу домашней... Ребят, ну да смешного. Теперь пытаешься перевернуть стандартное название на какое-то другое и не понимаешь, как ты должен это дело сказать. Ну, короче говоря, грунт, который я использую, который я рассчитывала самостоятельно, да. С меня тут начали очень в агрессивной манере требовать, чтобы я написала точный рецепт грунта, потому что очень неудобно смотреть видео, очень неудобно идти в дзен выискивать. И вообще ссылки не работают. Ссылки почему не работают? Да потому что этот материал на дзене доступен исключительно для моих подписчиков. Вы мой подписчик? Нет. И не собираетесь им становиться? Ну тогда извините. Почему? Почему вы тогда требуете с меня что-то? Самое, что интересно, меня в этом комментарии обвинили. Как же это было написано? Короче, что я страдаю скрытой агрессией, ребят. Нормально? Те, кто это пишет, соответственно, совершенно незнакомы с материалами, которые я снимаю, и с тем, как я общаюсь со своими любимыми девчонками, с теми, кто пишет мне комментарии именно в адекватной форме. А требовать что-то, ну, на здоровье попробуйте. Может, вам это удастся где-нибудь еще. Короче, отреагировала, как всегда, на неадекватных людей. Пожалела, поулыбалась. Вот. И получила диатомит. Получила диатомит. Ну да, действительно, крошки будет мало. Так, вот это именно с маркетплейса с дельфином. Так. Дальше. Получила 5 килограмм циолита, именно вот такого голубого. Он не разрушается, не размывается, и в такую глинистую массу он не превращается. Откуда получила? Получила с очень известного маркетплейса сиреневого цвета. Если все понятно, что я вам говорю, тогда пишите, а я все поняла или я все понял. Все будет понятно, да? Мне, по крайней мере, будет понятно. Вот такие вот загадки, стоит ли вставлять в видео, или вообще лучше прекратить обзоры, какие бы то ни было, с названиями и с демонстрацией тех препаратов, которые я получаю. И еще с того же самого сиреневого маркетплейса я получила вот такой вот препарат. Все уши вам про него прожужжало уже. Это М-препарат. Я думаю, что вы поняли, про что идет речь. Пока еще плюсовые температуры. Получила, заказала, получила. Вот. Потому что замораживанию он не подлежит. Живые микроорганизмы. Они не любят замораживание. Если бы это был таблетированный препарат, допустим, какой-то, да, и микроорганизмы находились бы в спящем состоянии, то тогда вообще без проблем температурный режим транспортировки никакого влияния не имеет. А здесь уже готовый препарат, поэтому приходится его покупать именно по теплу. То есть замораживанию он не подлежит, не переносит. Вот еще что получила. Посмотрите. Это знаете, что такое? Ха-ха. Сама еще не знаю. Какое-то сегодня у меня немножко... Видео странноватое будет. Ну уж меня простите. Последние события показали, что даже адекватным людям в этом мире не очень спокойно живется. А уж про не совсем адекватных. Вообще лапка не звенел. Так. Ммм. Интересная какая. Окраска знаете чем? Похожая порошковая. Похожая порошковая, устойчивая к воздействию любых атмосферных явлений, так скажем, да? Вот это, это... Сейчас. Сейчас мы ее расплостаем. Видите, как хорошо упаковывают? Молодцы. Чтобы ничего нигде не чухнулось, ничего нигде не ободралось. Хотя скол есть, есть скол. Ну вот для меня это, знаете, особого принципиального значения не имеет. Я точно так же возьму, ну тут же акриловую краску, да, подмажу, чтобы он просто не распространялся. Скол есть. Несмотря на всю хорошую упаковку, ну вот как-то так. Ну по такой цене, знаете, я не очень расстроилась, прямо скажу. А, вот здесь вот тоже, видите, кое-где подкрашено даже. Подкрашено. Ну я в отзыве, конечно, напишу, сделаю фотографии, что и краска разного оттенка. Здесь очень мелкая брызга, а здесь покрупнее. Ну, в принципе, вот знаете, вот две вот такие железки, они мне для чего нужны. Так. А они сделаны в одну сторону? А, нет, все нормально. Когда мы их ставим вот таким вот образом, давайте сниму, покажу, да. Вот, когда они установлены вот так вот, друг напротив друга, то получается вот в эти места, вот, можно положить светильник. И вот сюда, кстати, тоже, особенно если у вас светильники двойные. Вот эти вот крючки, они расположены на трех уровнях. У меня есть свободные светильники, диодные. Они пока еще рабочие. А у меня есть место, где подсветка пока еще не предусмотрена. И я хотела бы задействовать вот те самые светильники, поставив их вот на такие кронштейны. А почему, собственно, нет? Да ведь? Да. Я считаю, что очень даже. Хочу досветить свои аллоказии. Да. Когда будет обзор аллоказий, я вам покажу, где они у меня стоят. У меня коллекция аллоказий небольшая, молодая, поэтому там особенно смотреть пока еще не на что, кроме тех экземпляров, которые я получала по осени. Вот. Но досветку им организовать очень хочется. Очень. Поэтому я взяла вот такие вот штукенции, чтобы можно было повесить на них. А давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Вот смотрите. У меня эти светильники соединены по два. Они у меня висели на магнитах, на полках стеллажа. Вот. Вот это два светильника, соответственно, две лампы. Вот таким вот образом я их могу поставить. Вот видите? И они будут светить исключительно вниз. Мне жалко, что они пропадают. А есть растения, которые не досвечиваются. Почему бы, собственно, и нет? К тому же вот на эти стойки цена, ну, просто копеечная. Просто копеечная. И я думаю, что за систему подсветки три копейки отдать, ну, совершенно не принципиально. Не так уж это и разорительно. Особенно, если у вас уже есть светильники. Можно и светильники приобрести. Если нет возможности где-то подвесить, то можно поставить вот такие штукенции и водрузить на них светильники. А почему нет? Хоть четыре. Хоть шесть. Сколько надо, столько и поставим. Вот. Вот такое вот у меня сегодня приобретение для моих растений. Видео из разряда, что купила, без указания того, что купила. Ну и в завершении моего видео хочу показать вам новый лист монстеры. Во взоре мы ее с вами смотрели. Она уже открывается. Посмотрите. Посмотрите, какой дырявый, да? Какой дырчатый лист. Круто вообще. Отличный будет лист. Ну вот на этом месте, вот, я планировала повесить кого-нибудь из филадендронов или еще какое-нибудь пышненькое растение. Но она почему-то решила, что в этом месте будет располагаться у нее свой лист. Ну, вот так. Раскроется, посмотрим, конечно. Она может его еще увести вот туда, наверх. А может оставить здесь. Неизвестно, как растение себя поведет. Или его можно притянуть. Ну ладно. Будет день, будет пища. Вот такое вот небольшое видео у меня сегодня для вас. Ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете насчет нового закона. Хотя мы уже повлиять на это не можем. можем только-либо как-то приспособиться и выяснить, можем ли мы во время съемок наших видео упоминать препараты, которыми пользуемся. Вот такая вот фигня. Ну ладно. Что хотела сказать? Ставьте лайки, пишите свои комментарии. С удовольствием их почитаю. Отвечу на каждый из них. С вами была Людмила. Уазис Миссис Смит. Всех люблю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok